Оказывается, наша фантазия и образное мышление – это то, что можно в себе тренировать, повышая тем самым уровень своей креативности. Это можно сделать с помощью автоматического письма и автоматического рисунка. В рамках выставки «Сюрреализм – это я» в Челябинском музее изобразительных искусств проходят мастер-классы, посвященные этим техникам. Кстати, в 20-е годы прошлого века в Париже были популярны так называемые «игры сюрреалистов», художники и поэты переосмысливали применительно к творчеству теорию Зигмунда Фрейда, искали средства выражения в текстах или на холсте своих сновидений и других проявлений бессознательного. Вот такие сюрреалистические игры, которые мы сегодня проводим, они вообще были очень популярны. В кругу именно сюрреалистов они помогали расширить сознание, проработать фантазию и найти какие-то новые, скажем так, идеи, образы для своих работ. Когда ты отпускаешь свои мысли и даешь волю своей руке, так скажем, подсознанию, очень интересные вещи попадают на бумагу, и ты как-то начинаешь смотреть более абстрактно, что ли, и какие-то свои мысли нынешние, безусловно, находишь отражение в рисунке. Но с другой стороны, что-то из подсознания более глубинное. Тяжело, неимоверно давать, выходить в этом сюрреализме из себя. Автоматическое письмо и живопись – это для меня что-то уникальное, так скажу. И самое классное – это было то, что погрузившись в своё сознание, в эти глубины, тебе нужно умудриться, так сказать, достать оттуда самое ценное. Человек старается писать быстрее, чем работает как бы его мозг. У него нет времени на то, чтобы обдумать каждую фразу, поэтому и всплывают такие вещи из подсознания, которые он, может быть, даже сам того не осознавая, у него есть эти мысли. И благодаря тому, что у него нет времени на то, чтобы задуматься, обдумать всё, они как раз такие вещи, они всплывают. Основа этих рисунков – непроизвольные линии, созданные расслабленной рукой, или даже нерабочей рукой, или же вовсе с закрытыми глазами. Затем участникам игры предлагается увидеть в этих линиях какие-то образы и доработать их уже осознанно с помощью цвета. Когда мы рисовали с закрытыми глазами, там особой сложности нет. Ты по наитию ведёшь, ведёшь, и главное – понимать, где заканчивается листья бумаги, так скажем, чтобы не промазать. А когда мы с открытыми глазами вели, особенно правой рукой, твоё подсознание, вернее, не подсознание, твой мозг постоянно даёт команду, что рисовать. Ну, грубо говоря, ты подумал там о погоде, ты начинаешь рисовать снег, да, там подумал, не знаю, о времени, ты начинаешь рисовать часы. Поэтому вот действительно вот этот контроль твоего мозга над твоим подсознанием, он очень сильно даёт влияние. Вот когда ты уже, допустим, я правша просто, и когда мы уже рисовали левой даже рукой, уже такого контроля не было, потому что начинает работать другое полушарие, и ты уже не так подвластен, потому что рука ведёт и ведёт. Это как раз рисунок, который мы рисовали с закрытыми глазами. Для меня почему-то вдруг возникла картинка Рождества, то есть Богородица с младенцем, рыба как символ христианства, и ягнёнок как место такое знаковое, что это ясли. Вот у меня так получилось, я вдруг увидела в этой картинке. Было не трудно, просто главное нужно слушать в этот момент, слушать себя. И рука делает основную работу за вас. А потом уже по итогу работа поддаётся такому собственному анализу, где ты в дальнейшем выделяешь те вещи, которые для тебя, наверное, где-то так же глубоко в создании самые важные. На этом рисунке, как вы видите, эскиз сначала, абсолютно бесформенные какие-то каракули можно. Но я вот увидела какую-то сказочную птицу. Разукрашивали мы уже осознанно, безусловно, подбирали цвета. У меня получилась вот такая сказочная птица, крылья, непосредственно сама птица, какой-то хохолок у неё тут зелёный. И я увидела в своих, так скажем, эскизах, если можно так сказать, то это пальцы рук, которые пытаются её поймать, но птица успешно ускользает и не попадается в руки кому-то, не знаю, кому. Я увидела, как копьё пронизывает, не знаю, цапляет, ну, в общем, какая-то птица, и эта река крови выливается на руку, вот что-то такое. Что-то связанное с природой, человеком и уничтожением, наверное, каких-то живых существ. Когда подсознание выражается в графических, в каких-то изобразительных линиях, и это соединяется с твоей внутренней подсознательностью и образами, это тоже заряжает тебя, и ты какой-то такой окрылённый становишься, что да, что ты художник. Поначалу участники мастер-класса ещё цеплялись за логику и пытались найти рациональное в своих действиях. Но уже к середине произошёл прорыв, и удалось открыть в себе способности говорить или скорее выражать на бумаге свои чувства. После такого эксперимента в работах Сальвадора Дали обнаруживаются новые смыслы и ассоциации. Кстати, в этом и есть ключ ко всему современному искусству, которое не стоит пытаться понять, а важно научиться чувствовать.